Всем привет, я Ванечка Фотолюб и сегодня нашел вот такую электронную сигарету, ее сложно назвать одноразовой, потому что ее можно подзарядить. Конкретно это меня в ней и заинтересовало, и я ее взял. Немного протер бумажкой, руки потом сполосну, конечно. Протестировал ее, смотрю, светится, значит, скорее всего, работает, ну, то есть заряжается. Зачем я ее взял? Во-первых, интересно разобрать и посмотреть, какой там аккумулятор и так далее. Ну, а во-вторых, применить хочется в каких-то своих штуках. Конкретно здесь я решил запихнуть содержимое этой сигареты в старый фонарик, если оно работает, и использовать все это как реквизит для фото. Все вы знаете, что я из мусора люблю поделать всякие штуки, которые потом использую в фотографии. Там можете глянуть в плейлисте в каком-то. В общем, потихонечку колупаю, аккуратненько смотрю, чтобы ничего нигде не оторвалось, потому что непонятно, что там внутри. Оказалось, что внутри, собственно, аккумулятор, плата зарядки, нагревательный элемент и хитрая система, которая понимает, что нужно включить этот нагревательный элемент посредством микрофона. То есть он считывает какой-то определенный уровень шума и поэтому включается. Ну, вон его видно там, такой маленький. Почему-то изначально я подумал, что если этот микрофон не отпаять, то ничего не будет работать. Но оказалось не так, можно было его оставить. Но я уже начал и меня не остановить. По сути, все сводится к тому, чтобы оставить аккумулятор и плату зарядки. Остальное все отрезаем и на место этого нагревательного элемента присобачиваем какой-то светодиод или что там хотим. В аккумуляторе 3.7 вольта, это не то чтобы много, не то чтобы мало, но для моих целей как раз хватает. Если кому-то интересно, как это подробнее сделать, то, наверное, проще загуглить, чем тут рассматривать, потому что я сам не особо разбираюсь, все делаю по интуиции, иногда получается. Наверное, эту плату зарядки можно использовать для зарядки старых аккумуляторов для фотоаппарата, надо попробовать. Например, у меня есть Canon, по-моему, G7, от которого у меня нету зарядного устройства. Ну, точнее, оно осталось в Украине дома. И я думал, как бы его по-простому зарядить. И, возможно, попробую приладить к нему контакты от этой платы зарядки и попробовать зарядить. Но почему нет? В целом, очень интересно, что теперь просто под ногами валяются такие, ну, технологичные штуки. То есть, плата зарядки, по-любому там какая-то защита может быть и так далее, разъем Type-C, аккумулятор. Все это стоит каких-то денег, а теперь просто идешь и спотыкаешься через это. За все время я много встречал одноразовых сигареток, вот этих тонких, но в них не было разъема для зарядки, поэтому я их не брал. Ну, собственно, спектр применения таких штук, наверное, достаточно широк, но мне приходит в голову только сделать какой-то ночничок безопасный или какой-то фонарик еще один. Ну, в общем-то, пиши в комментариях, что еще можно сделать. Итак, старый фонарик с барахолки вот такой у меня есть. Само собой, в нем вот эта крона батарейка. Найти ее сейчас можно и даже я знаю где, но это все стоит денег и может оно мне больше никогда не пригодится. А тут хлобысь и я могу заменить ее этим аккумулятором. Да, здесь немного меньше вольт, но мне и нужно, чтобы он еле-еле светил. Там в конце будет фото, собственно, посмотрите. Сначала мне пришла идея сфотографировать фонарик в руке и быть в какой-нибудь маске шипастой, но как-то смотрится все не очень и я сделал то, что будет в конце. Снимал на Пентакон 29, 2.8 и Панасоник GX9. Ну, в общем-то, я доволен, я сделал то, что хотел. И, собственно, этот комплект с аккумулятором и зарядкой можно куда-то пристроить еще, а можно зафиксировать фонарики. Как видно, там все временно висит на соплях. Такие дела. Опять мусор послужил чем-то полезным. Ну, лично для меня. Ладненько, всем хороших находок. Так, прикольных фотографий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok